привет дорогие друзья и подписчики зоотроп снова с вами и сегодня мы показываем одно интересное место которое вы у нас очень сильно просили лиман днестровский и место где есть рыбалка так называемая дедово болото вот многие знают вот это вот дорога это кладбище каролина бугаза кстати давайте сразу телефон продиктует вот у них стенд есть 096 643 семерки 2 кому будет интересно наши многие из вас спрашивали его в группах в том числе дорога на каролина бугаз за поворотом же каролина бугаз а нам нужно вот сюда вниз вот так вот вниз спускается дорога мы сейчас едем вниз покажем вам берег лимана и подойдем постараемся показать вам само дедово болото но эти места которые вы просили вы просили лиманную сторону когда мы показывали каролина бугаз и так сегодня каролина бугаз лиманная старый лиманная сторона или лиманская лиманная сам не знаю как ну короче как то так короче мы идем вниз с вас подпиской лайк каждому из вас огромное спасибо за донаты за подписку за лайки за то что вы с нами это очень важно для нас и для продвижения нашего канала и вот мы движемся вниз интересный такой вид отсюда открывается красивый очень люблю этот спуск внизу есть пляжики локации можно и покупаться можно рыбу половить в лимане именно а можно же заехать на рыбалку на дедово болото тут есть и дачные участки понарезали в свое время видите вон домик прямо впереди построили ну вот такая красота ну и конечно впереди у нас видно затоку которую мы вам показывали уже в трех сериях каролина бугас слева и дальше затока до моста и за мостом так а мы сейчас двигаемся в самый низ камышам припаркуем машинку и прогуляемся пешочком покажем вам всю эту красотищу на карте дедово болото очень интересно выглядит я думаю что или многие обручали на это внимание но и особо интересно услышать мнение что написали те кто здесь в нем рыбачил что ловили как ловили на что ловили без это интересно и так сейчас припаркуемся и покажем вам все эти красоты вот мы спустились вниз вы знаете для меня сейчас конечно удивление здесь обычно всегда вот эти места были просеки в камыше можно было подойти к пляжу и покупаться и рыбу половить сейчас полностью все заросло да и дороги практически заросли видно что здесь ездят очень мало виде как-то эти места перестали тоже пользоваться особым спросом тут всегда ешь глю была каждая вот эта вот ложбинка это был место для пикника и летом в принципе здесь постоянно было очень много людей ведь я в надежде что я вам покажу выходы к воде здесь а нет тут полностью все перечераз творить заросло камышом так что эта сторона для такого отдыха отпадает ведь это же вот это была поляна вот так вот пытались туда ходить я смотрю какая то есть тропинка давайте попробуем пройти пока мы шоу вот так вот не дальше ну дальше не вытоптанной дальше болото видите вот такая картина увы давайте за двигаемся дальше к дедову болоту это от спуска там и сейчас от спуска с правой стороны хотели вам решили показать где места дедово болото наоборот в сторону куда каролина бугаза то есть от спуска влево сейчас мы переедем дальше и покажем вам ту сторону видите с этой стороной к сожалению не получилось вас порадовать местами для отдыха и для рыбалки и же тут всегда было и очень неплохая была рыбалка за счет того что я живу песочек на лимане и действительно ловилась хорошо ну двигаемся дальше бывает не всегда попадаем на местах которые не поменялись ведь и тут природа взяла свое смотрите ориентируйте если вы будете заезжать на дедово болото то машина сильно низкая к примеру тесла не заедет сюда почему потому что во первых разбитая дорога вторых есть вот такие вот места записоченные видите вот глубоко про именно по песку то есть надо проскакивать на скорости если на моноприводе чтобы не дай бог не сесть потому что потом отсюда и будете идти долго искать помощь вот одно из мест видите тоже когда-то было рыбацкое место но сейчас судя по всему здесь только ходят коровы или козы которые мы там встретили чуть выше вот так вот видите здесь мелко очень для того чтобы здесь даже забросить с этого места нужно выходить аж вот туда на бровку то есть ну реально по болоту по вот этому кизяку это не ну не совсем то это не не совсем рыбалка скажем так приятное такое то есть место не очень а там было живут именно вот так вот песочек и прямо под песочек подходила вода то есть вот так вот места выходили аж туда вдаль ну картина вот такая итак мы сейчас отсюда двигаемся дальше по берегу вот так плавно заезжаем к дедовому болоту продвигаясь дальше еще нашли одну лунку вот такую вот ведь уже ближе тоже практически он уже затока видна та сторона но опять таки для подхода то есть по болоту нужно подходить к воде и там дальше можно будет уже закинуть хотя вот тут вдоль трава для рыбалки такое себя тут вот дальше более широкое место но опять-таки если проезжать то вот тут нужно проезжать по песку причем песок такой глубокий если же ехать на маленькой скорости на моноприводе то вероятнее всего машина сядет но опять-таки просто предупреждаю для того что вы ориентировались ли будете вдруг ехать сюда на это место на рыбалку вдруг на вам понравится или вам кто-то посоветует что вы ориентировались на чем можно заезжать заезд довольно таки длинный то есть по вот этим ухабом и песку она песок не везде песок местами больше конечно такая дорога утрамбованная но большие такие холмы и горбы то есть если у вас будет низкий обвес то в любом случае вы его по обрываете где так порядка наверно километр от спуска тут кстати вот эти места чуть поинтереснее видите камыш закончился с правой стороны такой густой можно здесь закинуть удочку но опять-таки вот тут вот в начале буквально метров шесть и потом полоса где-то метров десять трава я не знаю будет ли она цепляться за у нас скорее всего будет по рыбе в лимане можно ловить лобаня можно ловить ну над поймать можно имею ввиду карася карп в принципе мирная рыба довольно таки много ребята ловят скидывают отчеты в группы я периодически смотрю действительно есть и красивые интересные экземпляры мы тоже здесь когда-то рыбачили мы там дальше между раксланом и авидиополем становились обычно и ловили карасиков красиво конечно так вот здесь природа такие вот места но опять-таки вот здесь вот песочек такой знаете вот мы сейчас идем как по пляжу зыбкий песочек поэтому я живу будьте внимательны и аккуратны на машине потому что песок ошибок не прощает чуть-чуть туда чуть-чуть сюда и все и вы стоите буксу это есть конечно трава есть конечно варианты особенно если вы на рыбалку едете не один можно друг друга вытолкать он кстати вот здесь вот хорошее место чистое нет травы и полностью ширина хорошая трава закончилась где-то вот вот так вот а вот тут вот чисто все это и судя по тому как тусуются здесь чайки и птицы то заводь неплохая но правда здесь будет мелко сильно надо будет заходить подальше чтобы закидывать ну или если у вас есть кораблик то хорошо можно завести корабликом тут дорогу уже более плотная и тут уже начинаются места дедово болото вот так вот заходит сюда вода и тут такой вот перешеек судя по всему когда-то был закрыт сеткой для того чтобы рыба не выходила не заходила но сейчас это сетки я не вижу и вода спокойно ходит туда ну рыбы тоже прямо скажем здесь не видно глубина довольно таки большие так идемте дальше по болоту кто-то тут явно когда-то играл в домино и пил пиво тут был судя по всему навес пишите кто здесь бывал на этом месте вот они места видите вот 1 место 2 место 3 место ну такое кому нравится именно болото то болото такое есть весной сюда сколько я знаю заходит карась на нерест если на его очень много и люди вы очень неплохо здесь ловили мне же еще раз пожалуйста все кто здесь ловил я уверен что меня будут смотреть те кто здесь ловил с нами поделятся своими впечатлениями видите места очень рядом скажем так и такие не не именно по дудочку то есть тут поплывковая красивая ловля знаете многие именно любят на поплывок ловить судя по тому что глина земля мокрая то есть кто-то недавно здесь что-то черпал значит рыбаки приезжают и сейчас тоже видите одно второе третье место очень много минут здесь дальше более заросшие места и уже но я живу не сезон то есть сейчас не совсем тот сезон ловли здесь на дедовом болоте но вообще вместо деле единственное что конечно вот мне в нем не нравится то что постоянно на солнце когда это конечно ранняя весна и выйдут приезжаете садись до первых машина то машину на поставить там если вы даже заехали сюда сюда проходить пешком вот такие вот места видите такая вот заводь вычищенная я думаю что и сейчас здесь карасик будет клевать весной же неплохо почему потому что только начинается первое тепло вы приходите начинаете наслаждаться до первым солнышком то сейчас жару сидеть под нет ни одного дерева ни одного какого-то накрытия то реально такое себе удовольствие рыбка только что там одна была видна не знаю на камеру будет ее видно или нет но тут так что вы постоянно вот ходила не видно хотя жутки вот заводи довольно-таки интересные не знаю будет ли ты интересен снимал этот ролик многие просто просили же у меня показать дедово болото мы сюда сначала хотели выбраться на велосипедах ну что никак не доехали я понимал что уже проезжая здесь рядом надо остановиться и вам показать как она выглядит потому что знаете многие заелут на рыбалку сюда считают что раз платная рыбалка то будет всевозможные условия будут чуть ли не постой да там то чуть ли не гостиница будет рядом но тут ведь именно болото но честно и правильно называется такой вот по мостик есть не знаю куда мы поэтому по мостику сейчас выйдем честно вам скажу или вот тоже видите кладочка такая вот сюда было или честно скажу я тут не рыбачил поэтому именно по по рыбалке сказать ничего не могу видите вот еще одно такое место виде чем удобно себе садишься скамеечка место для удочки и место для ловли двигаемся дальше единственно да у кого аллергия на камыш то смотрите что здесь просто все полностью в камыше но обычно рыбаки и не едут на рыбалку кого аллергия на камыш потому что принципе камыш практически везде за исключением там некоторых мест где можно порыбачить без зелени ведь это все заросшая вижу весной когда молодой камыш и здесь хорошо заходит карасик реально классные прикольные места грязь не видите путешествие по камышу камыш 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 ну тут хоть сделаны деревянный помост поэтому по нему можно в принципе идти вот видите тоже место хорошая такую расчищенная явно недавно расчищалась по глубине мне кажется что глубина здесь должна быть ну около метр-полтора в принципе а вон уже прямо перед нами аквапарк заток который мы вам показывают водонапорная башня и аквапарк заток в одном из наших прошлых роликов его показывали вы ориентировались но заезда со стороны трассы нет помимо того что рыбалка вот тут вот сейчас мы поэтому по мосту пройдем к самому водоему там нас я так понимаю что будет большой водоем ну как большой относительно большой вставочек озерцов наверно же правильно на нем тоже есть рыбалка ну как бы то в принципе и основное место это уже такие дополнительные места на каналах кто любит постоять с поплавком прикольно так вот эти единственное что конечно вот видите тоже такой вот мостик переход ну и вот так вот выход к воде видите вот она сама дедово болото уток много почти все пересохшие но на ту сторону я не перейду потому что здесь какая-то хлипенькая конструкция я нему не рискну сейчас оказаться в воде поэтому картина вот такая тут еще есть дальше дорожка сейчас пройдем дальше посмотрим с той стороны вам покажем комаров тьма при том что я вот только прошел статика мы чуть-чуть подцеплял но комаров реально очень много идем дальше но я же судя потом по камышу то ходят здесь довольно таки редко сейчас и я не встретил ни одного рыбака и не встретил того кто бы здесь бы обелечивал вот ведь еще одно рыбацкое место было под длинную удочку такое а и тут все то есть на этом у нас финиш вот само озеро то что я вам сказал вот так она выглядит на нем красиво плавают парочка лебедей там еще какие-то у стоят утки цапли и все остальные то есть принципе вот отсюда тоже только с длинные удочки можно давить и поэтому они переходят на ту сторону сделан переход и вот там вот в камыше тоже еще одно и второе место ну в принципе друзья короткий сегодня такой ролик показал вам все то что вижу своими глазами честно и как всегда открыто и откровенно зоотроп работает для вас но мы теперь поэтому тернистому камышовому пути двигаемся вперед я надеюсь что вам было тоже полезно и интересно самое такое интересное место это конечно вот сюда переход на тот остров я думаю что вот там вот на том водоеме что-то действительно можно сейчас поймать хотя мелкая и вот честно вы знаете я бы наверное если бы выбирал бы сейчас между вот здесь дедовом болотом вот этим вот водоемчиком или канальчиком я наверно лучше стал бы на лиман просто заходить поглубже забрасывать плюс бросок хороший там 100 150 метров если нормально вы умеете бросать и зайти плюс еще там метров 50 то что можно по мере по мере зайти и там можно будет взять гораздо интереснее особей нежели здесь в данный момент весной я говорю однозначно здесь прикольно должно быть когда сюда заходит карась на нерест тем более что это платник если на лимане в нерестовой запрет ловить нельзя то здесь насколько я знаю они дают ловить за деньги пацаны по ценам не скажу по моему в прошлом году что-то где-то звучало хоть из групп кто-то писал что было по 300 гривен с человека и вроде как на карася не было нормы вылова но я не знаю правда это или нет и еще раз прошу те кто здесь рыбачил те кто знает точно напишите так друзья мы пробираемся обратно и едем дальше на поиски новых приключений и записи новых роликов для вас спасибо каждому из вас спасибо каждому кто обращает внимание на звук спасибо кто обращает внимание на видео и конечно на содержание контента все это очень важно для нас нашу викторию уже закусали комары она со мной за дорожки не пошла она тут стоит вытанцовывать в шортиках и в рубашечке что такое загрызли комары вот так вот ты же любишь ты же рыбачка не любишь таких местах там такие красивые дорожки такие красивые места в конце итак друзья спасибо каждому из вас